При переходе на лыжах что следует сделать? Отстегнуть крепление лыж, следует сбросить веревки с кистей рук, которые на лыжных палках, соответственно, находятся. А также перекинуть рюкзак или сумку на одно плечо, чтобы вовремя скинуть с себя весь балласт. А чтобы помочь выбраться человеку из-подо льда, можно использовать подручные средства, например, шарф. Благодаря, казалось бы, простым советам, можно не только спасти жизнь себе, но и вовремя оказать помощь пострадавшему. Об этих и других правилах безопасного нахождения на воде сотрудники МЧС рассказывали студентам речного техникума. А чтобы сделать открытый урок интереснее, спасатели вместе с ребятами вышли на лыжах на реку Самару. Профилактические рейды сотрудники ведомства проводят еженедельно, в том числе и в школах региона. Отмечают, что такие лекции приносят свои плоды. Мы не так давно работали в школе, в подъем Михайловке, и там молодой человек говорит, а я спасал вот уже, да? То есть провалился под лед его друг, а я вот оказывала помощь, я ему кинул шарф, я вот так спасал. Но это все закончилось на таком местном уровне, он спас, и все, до взрослых эта информация не была доведена. Следовательно, мы тоже об этой ситуации не знаем. Во время профилактических рейдов сотрудники МЧС рассказывают учащимся о безопасности на воде как в зимний, так и в летний периоды. Вместе разбирают разные случаи спасения, раздают памятки, отвечают на вопросы. По данным ведомства, с ноября 2021 по март 2022 произошло 8 происшествий. К концу прошлого года цифра увеличилась практически в 10 раз. 89 несчастных случаев на водоемах. Погибли 60 человек, в том числе трое детей. 75 пострадавших удалось спасти. Поэтому важно проводить уроки безопасности ежегодно, каждый сезон. Все для того, чтобы печальная статистика происшествий не пополнялась. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.